Суровое наказание их не пугает. Накануне мой коллега Георгий Колчин участвовал в антиалкогольной операции Бахус. О серьезной аварии у моторного завода, а также о количестве пьяных водителей, пойманных на дорогах области, он готов рассказать прямо сейчас. Превышение скорости. Вот говорят, что у вас признаки наркотического пиения. Ну вот сейчас спускаю в больницу и будут доказаны. До пункта назначения этот парень не доехал всего-то 50 метров. Молодой человек перегонял машину сестры. На съезде Столбухинского моста перед автомобилем возник жезл инспектора. У дорожных полицейских серьезное подозрение, что водитель перед поездкой употреблял наркотики. Кроме того, у попавшегося проблемы с документами. Была остановлена автомашина, водитель которой управлял данным автомобилем без водительского удостоверения. В данный момент составляется на него административный материал, а также водитель будет направлен в экспертное отделение наркологической больницы для установления состояния опьянения. А вот у путепровода рядом с моторным заводом сразу несколько автомобилей оперативных служб. Дорожно-транспортное происшествие здесь случилось около 11 вечера. Судя по повреждениям, иномарка перевернулась. Сейчас мы находимся в метрах 50 от разбитой машины. За моей спиной видно проблесковые маячки патрульных машин. Именно здесь Hyundai Santa Fe снес дорожный знак. После этого джип несколько метров пронесся по разделительной полосе, выдирая вот такие булыжники из земли. Рулевой джип и на камеру общаться не отказывается, но пояснить по делу ничего не может. Видимо, плохо защищена дорога. Скажите, а перед повесткой что-нибудь выпивали? Не знаю. А куда ехали-то? В гараж. А откуда? С дома. Вот вы вроде выпили немножко, если так кажется. Это вам кажется. За два дня в ходе операции «Бахус» было поймано 84 нетрезвых водителя. Кроме того, инспекторами выявлено более 5000 административных правонарушений, в том числе из-за превышения скорости. Георгий Колчин, Александр Широкий. День в событиях. И в продолжении темы. Ночное ДТП в Угличе. Трое пострадавших. Ночью на перекрестке улиц Ленина и Луначарского столкнулись два «Жигуленка» четвертой и четырнадцатой моделей. Эти фотографии сделаны сразу после аварии. Светофоры в этот момент работали в режиме мигающей желтой. Как сообщает ГИБДД, водитель четверки не уступил дорогу. В итоге оба водителя получили ранения. Автомобили пока находятся на стоянке и вряд ли подлежат восстановлению. По факту ДТП в дорожной полиции проводится проверка, а пострадавшие находятся в травматологическом отделении Углической ЦРБ. Состояние у одного удовлетворительного, у другого средней степени тяжести. У того, у которого состояние средней степени тяжести, в общем-то, повреждения, захватывающие несколько областей тела. Там травма груди, ребра сломаны, без повреждения легкого, оскольчатый перелом бедра, сотрясение головного мозга. Покатались, повеселились, теперь можно готовиться к санкциям. Личности любителей кататься голышом в трамвае, о которых мы недавно рассказывали, уже установлены. Сотрудники полиции заинтересовались хулиганским видео и узнали имена молодых людей. Напомню, все происходящее транспортные нудисты засняли на камеру мобильного телефона и выложили в интернет. Видимо, парни не знали, что за откровенную прогулку им грозит административное наказание. Действия у молодых людей подпадают под статью «Мелкое хулиганство». Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Необычным пассажирам в лучшем случае придется раскошелиться на сумму от 500 до 2500 рублей. В худшем ребята могут получить по 15 суток ареста. Внимание, розыск! 31 июля утром из Ростова-Великого в Ярославль выехала 17-летняя Юлия Максимова. В полицию поступило сообщение о том, что девушка пропала без вести. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Юлии Максимовой, просим сообщить в полицию.